ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Монеты, правильно. Это монеты. Передам свои. Кап тебе 50 копеек, тебе заехали, мне копеечку. Они все различаются. Вы видите, что на каждой монетке Капа может у себя проверить, посмотреть, чем они отличаются. Они отличаются рисуночком, диаметром, размером. И самое главное, они отличаются номиналом. Чем удобны железные монеты? Они не мнутся. Они не мнутся. Чем они неудобны? Тяжелые. Тяжелые, карманы тянет. Но тем не менее, вот эти монеты имеют большую пользу, потому что если у нас цена товара включает в себя и целое число, и копеечки, то монеты нас очень выручают. Если вы приходите и заходите в транспорт, то, как правило, вы достаете монетки. Конечно, да. Но у нас, конечно, есть, как вы говорите, бумажные деньги. Бумажные деньги, но как они называются правильно? Госзнак. Купюры. Купюры. Купюры, Саня. Молодец. Они называются купюры. И здесь мы уже с вами видим, что каждая купюра имеет свой, опять же, дизайн и свой номинал. И свой номинал. Абсолютно правильно. Я уже потихонечку осваиваюсь, да. Ну все, будешь ввести мои финансовые деньги. А дальше? И независимо от того, какого номинала у нас будут купюры, да, мы с вами видим, что, помните, я вам рассказывала, что монеты, и купюры, и деньги вообще, они должны быть редкими. Так вот здесь, для того, чтобы все-таки сохранить это свойство, у нас право выпускать денежные знаки, и монеты, и купюры имеют только Центральный Банк Российской Федерации. Именно поэтому на купюрах вы увидите билет Банка России. Ну и тут уже еще всякой защиты в этих купюрах есть. Ну конечно, чтобы она действительно была редкой. Конечно, конечно. И вы, наверное, слышали, что шутки с деньгами не всегда заканчиваются хорошо. Если есть всем известные купюры Банка Приколов, когда они очень похожи на настоящие деньги, и если кто-то вдруг захочет ими расплатиться, то, помните, мы говорили, что государство запрещает это сделать, да. И скажет, да, тя-тя. Ну, просто накажет, конечно. Правильно. Правильно. Ну и сейчас популярность, конечно же, набирает вот это, как так называем, безналичные деньги, да, или как правильно сказать, Елена Юрьевна? Есть деньги безналичные, это те деньги, которые на счетах, но вот то, что мы сейчас с вами видим, их называют иногда еще цифровые, электронные деньги, потому что это, если вот бумажные деньги, монеты мы с вами кладем в обыкновенный кошелек, да. То есть мы их можем потрогать вообще-то. Да, мы их можем потрогать, ощутить. Да. То здесь, если я вам даже передам вот эту банковскую карту... Я не пойму, сколько здесь у меня денег. Вы не увидите, сколько денег в этом кошельке. Открытия. Их может увидеть только владелец этой банковской карты. И, соответственно, деньги, которые хранятся на банковской карте, они являются таким же платежным средством, и также можно рассчитываться, и это более, может быть, удобно. Но при этом точно так же, если не знать правила обращения вот с банковской картой, деньги можно потерять. Да. Ну, не будем о грустном. Но, чтобы не было так грустно, мы должны научиться с вами правильно хранить деньги и правильно ими распоряжаться. О, давайте в следующий четверг. Безопасность, прежде всего. Да, в следующий четверг мы поговорим о разных кошельках. Спасибо, Елена Юрьевна, но загадку... Обязательно. Загадка с вас. Правильно, ответите на загадку, Елена Юрьевна, и получите приз от нас и от регионального центра финансовой грамотности. Коль трудился, круглый год будет кругленьким. Коль трудился, круглый год будет кругленьким. Ждем ваших ответов. Все, всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова